Здравствуйте, мои дорогие. Рада вас приветствовать на бесплатном курсе «Сдвинься с мертвой точки и начни действовать». С вами Татьяна Курячева. Сегодня у нас уже четвертый урок. Давайте вспомним, с чего мы начинали. Первый урок у нас был – это анализ. Анализ своих действий, анализ своей структуры, анализ вообще, чего мы хотим. Второй урок у нас был посвящен именно целеполаганию. То есть, как правильно составить цель, как к ней подойти, чтобы она была действительно правильная. И та цель, ради которой мы будем просто вставать, идти, делать и не задумываться о том, что с нами происходит, хотим мы или нет. На третьем уроке мы с вами изучали уже, как планировать эту цель, как ее спланировать, как ее вложить в бланки действий наших, как вообще двинуться. И мы планировали там объемы, мы планировали с вами саму цель, мы раскидывали ее, разбивали ее на части, чтобы нам было легче. Итак, сегодня у нас четвертый урок. Четвертый урок у нас начинается именно действие. Давайте начнем с вами просто с того момента, что такое действие. В сетевом маркетинге действовать – это значит делать, правильно? В любом, наверное, бизнесе действие – это делать. Но мы сегодня с вами будем все-таки пробовать на бумаге и подготавливаться к тем действиям, которые вы начнете делать. Первое из действий, которое мы обычно делаем, мы приглашаем людей в нашу компанию. Если мы приглашаем людей в нашу компанию, мы на прошлом уроке с вами говорили, что существуют теплые контакты, существуют холодные контакты. Теплые контакты – это все люди, которых мы знаем в лицо, мы с вами говорили об этом. Холодные контакты – это всевозможные различные методы, которые помогают нам привести незнакомых людей. На прошлом уроке я вам говорила о работе в трех метрах, моем самом любимом методе, но в любом случае не все могут его воплотить в жизнь. Поэтому я вам сегодня расскажу немножко о тех методах, которые существуют и с которыми работают мои консультанты и работала я в том числе. Итак, первый из методов, которые мы с вами рассмотрим, это соцопросы. Первый. Соцопросы. Это составленные правильные вопросы, которые помогают ближе познакомиться с незнакомым человеком и помогают установить контакт. Обычно есть готовые соцопросы, мы их переделывали, делали под себя, как удобно нам, потому что мы же четко понимаем. Очень важно понимать, куда вы приглашаете людей. Если вы приглашаете людей стать привилегированными покупателями, тогда это один соцопрос. Если вы приглашаете людей, чтобы они стали продавцами, это совершенно другой соцопрос. Если вы приглашаете в бизнес, это третий соцопрос. Вам необходимо просто взять образцы соцопросов и попробовать переделать их на себя. Если вам трудно где-то взять, то это есть компания. Очень хороший бланк, в котором замечательные вопросы, можно его переделать, напечатать на компьютере и распечатать. И уже пойти. Смотрите, что дальше. Соцопрос, он должен быть не менее, чем на 18 человек. То есть, если вы поставите 2 человека туда, то ваш соцопрос работать не будет. Минимум 18, но я обычно делаю 20-25 людей, необходимо опросить. Вот какой момент. Соцопрос должен быть не меньше одного раза в день. Можно, конечно, посвятить целый день. Мы дальше с вами рассмотрим, как это можно использовать, чтобы сэкономить время. Но если вы хотите занимать мало времени в своей деятельности, то, в принципе, соцопрос – это час работы. То есть, это не займет большого времени, но благодаря соцопросам огромное количество консультантов пришло в мою структуру, не только лично мной приглашенных, но и моими людьми. Это очень эффективный метод, его очень многие боятся. На самом деле, бояться не нужно, потому что если вы подходите к человеку и говорите, у вас есть несколько минут, можете ответить на несколько вопросов. Все, вы задаете вопросы, записываете телефон, и это потом уже работа, когда вы им прозваниваете и договариваетесь о встрече. Второй вид холодного контакта – это день открытых дверей. День открытых дверей может быть абсолютно разный. Может быть, у вас открылся новый сервисный центр, и вы можете пригласить, написать, что там «открылся новый сервисный центр, приглашаем вас на презентацию». Очень много, что здесь можно. Мы приглашали на день открытых дверей, чтобы люди попробовали на себе и посмотрели о продукции, о компании, то есть презентации определенной. Неоткрытых дверей бывают дегустационные Например, когда вы приглашаете людей, чтобы они попробовали воочию наш парфюм Попробовали воочию крема И проводится дегустация Мне нравится очень этот метод Почему? Потому что когда люди идут, они не всегда верят вам Но они приходят, потому что вы им говорите Вы придете на день открытых дверей, там вы получите подарок Там можно подарок какой подарить? Огромное количество пробников и всего остального Но важно другое Мы как делаем день открытых дверей, я вам немножечко расскажу Я очень люблю этот метод Мы обязательно ставим стол в центр помещения И ставим стулья То есть когда люди приходят, мы садимся в кружочек за этим столом И на руке мы дегустируем полностью, как вот комплекс Как ухаживать за собой Умывание, тонизацию, скраб, масочку Мы это все делаем То есть люди сразу же пробуют эту продукцию Если они, например, нелояльно относятся к вам То они могут совершенно по-другому уже на вас воспринимать Когда они попробовали продукт Они могут прийти действительно на замечательный продукт Мы здесь же дегустируем парфюмерию Мы дегустируем сразу же декоративную косметику Мы здесь также дегустируем на дне открытых дверей Мы показываем средства для дома Но есть еще другой день открытых дверей Мы это попробовали У нас очень хорошо сработало Огромное количество людей пришло в компанию Благодаря этому дня открытых дверей Мы делали несколько площадок Мы нашли людей, с которыми То есть мы договорились с лидерским корпусом Кто за какую площадку отвечает Кто-то отвечал за площадку средства для дома Кто-то отвечал за площадку по уходу за лицом Кто-то за декоративную Кто-то за парфюм То есть и кто-то конкретно по бизнесу То есть у нас было несколько площадок Прямо на самом АП И когда люди приходили Они могли ходить по этим площадочкам И слушать кто что говорит Вот этот метод чем хорош Потому что он обычно проходит Например с часу до шести То есть люди же не одновременно приходят на презентацию А тут они когда приходят Они могут ходить, вот это все слушать И уже там дальше Кто пригласил У нас были специальные Кто фиксировал, кто пришел Кто выдавал подарки Кто регистрировал То есть мы работали в спарринге Очень хорошо работать с командой Этот метод дает большие результаты И большое количество людей в компанию Здесь важно на дне открытых дверей Проговорить все возможности компании И тогда чтобы люди выбрали сами Что они хотят Может быть кто-то хочет пользоваться продукцией А может быть кто-то конкретно Примет решение И начнет заниматься бизнесом И начнет двигаться по карьерной лестнице А кто-то может быть с удовольствием будет продавать Вот здесь уже работа ваша Если у вас есть такой уровень знаний Как правильно проводить презентации Тогда у вас будет очень хороший результат Если у вас нету Тогда вам необходимо конечно этому обучиться Третий вид Который мы очень любим И который приводит у нас большое количество людей Это конфетная лотерея Конфетная лотерея Мы покупаем 25 конфет В них вкладываем специальные купончики То есть выигрыш для людей И рассчитываем сколько получается Окупаемость этого И продаем конфетки Мы подходим к людям и говорим Здравствуйте Компания Фаберлик Проводит льготную беспроигрышную лотерею У вас есть возможность приобрести конфету В ней вложен приз для вас И тогда или вам это будет подарок Из корзины Мы носим с собой продукцию Или это будет вам подарок Как льготный косметический сеанс Мы делаем в каждую конфетку Льготный косметический сеанс Который стоит всего 100 рублей Это очень удобно Во-первых, все люди проходят косметический сеанс Соответственно, они приходят на день открытых дверей Соответственно, они получают удовольствие От того, что они пришли Получив полностью косметический сеанс Но есть еще другой момент Шикарный момент Мы взяли за цель Когда мы приглашаем людей Вот по всем методам этим Мы взяли за правило Изменить состояние кожи человека Помочь ему решить его проблемы И научить правильному уходу людей Для себя Вот это очень важный момент Какую миссию вы несете Если вы будете просто приглашать Потому что нужно это вам И не будете учитывать интересы людей То тогда у вас работать это будет Совершенно по-другому Здесь хороший момент Когда вы даете благо людям Они вам отвечают тем же благом Есть еще следующий метод Это Листовки 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 можно просто раздавать Листовки на день открытых дверей Просто раздавать Листовки могут быть в каталогах Листовки могут быть на подъезды Листовки могут быть на доску объявлений Вот этот метод Он более такой Знаете как Там идет процент прихода меньше, намного, чем верхних трех, но его нужно использовать, это называется пассивный метод, когда вы просто раздали или обклеили подъезды и вот кто сработал, тот сработал. Но здесь важно учитывать статистику 80 на 20, помните мы с вами говорили об этом, дело в том, что если вы раздадите всего 100 листовок, то по статистике 80 на 20 у вас 20 человек захотят, из этих 20 тоже сработает статистика 80 на 20. Лучше здесь большое максимальное количество раздавать листовок, но в любом случае этот метод дает очень интересных людей, у меня по листовочкам пришли хорошие консультанты, которые стали в процессе продавцами, поэтому этот метод надо использовать. То есть вот смотрите, листовки от 100 до 1000 листовок необходимо раздавать, это обязательно. Теперь смотрите, очень хорошо работает листовочка, если хотите, чтобы это был не пассивный метод, а активный метод, то тогда хорошо работает листовочка на индивидуальную консультацию по уходу за собой, на косметический сеанс и на индивидуальную консультацию по визажу, потому что это то, что нужно людям. И они с удовольствием приходят на бесплатную консультацию и уже там вы начинаете конкретно людям составлять программки. То есть это могут быть или ваши клиенты, или это могут стать вашими консультантами, или это могут действительно люди сказать, как у вас здесь интересно, я хочу работать. Вот здесь вот уже будет тоже зависеть от вас. Смотрите, следующий вид холодного контакта это бизнес-встречи. Бизнес-встречи. Бизнес-встречи, естественно, нужно где-то брать людей. Откуда они берутся? Они берутся из объявлений в газету. Объявления в газету. Они берутся из объявлений. Объявлений, знаете, с отрывными такими листочками. То есть одно объявление, целая куча отрывных листочков. Очень хорошо работает. Они берутся из листовок. Но самое большее, что я люблю, это рекомендации. Очень хороший метод рекомендации, потому что если вы приглашаете вот по этим пунктам новых людей, то вы потом можете попросить у них рекомендации. И они могут вас порекомендовать. Или это будут их клиенты и консультанты, если они зарегистрировались. Возможно, это останутся ваши клиенты, но они посоветуют вас своим знакомым. И метод рекомендаций, он работает просто на 100%. То есть вот если вас порекомендовали пяти людям, то пять людей среагируют на вас однозначно положительно. Поэтому вам здесь не нужно дополнительного какого-то знакомства. Вы звоните, а вам уже говорят, да-да, мы про вас слышали, давайте договоримся о встрече. Итак, но вот смотрите, бизнес-встречи, бизнес-встречи я рекомендую все-таки проводить после всех вот этих вот методов. После конфетной лотереи, когда у вас пришел человек на мастер-класс, и он принял решение, что он хочет работать в компании Фаберлика, не только пользоваться. Соответственно, вы с ним назначаете бизнес-встречу. После дня открытых дверей могут появиться люди, которые действительно хотят работать, и они скажут, да, нам нужны деньги, и тогда вы их приглашаете на дополнительную бизнес-встречу. И соцопросы. Здесь намного больше. Вы можете составить листовочку, которая конкретно будет на приглашение на бизнес-встречу. Там вы назначаете конкретную дату, конкретное время, которое удобно вам, удобно человеку, встречаетесь, и уже действительно делаете бизнес-предложение будущему консультанту, рассказываете ему, какие у него есть возможности. Это называется мини-презентация. Можно, конечно, здесь... Есть еще один метод, это презентации. Шестой метод, это презентации. Это замечательный метод презентации. Но вот смотрите, презентация, она может быть как после соцопроса, она может быть также после дня открытых дверей, она также может быть из листовок презентация, и она точно также может быть из рекомендаций. Очень хорошо, если ваши вновь пришедшие люди пригласят с собой на следующую встречу как минимум 5 человек. То есть они сами приводят на конкретную презентацию. И вы уже проводите бизнес-презентацию, рассказываете о компании, но это отдельная тема. Я ее буду вам давать обязательно. Я надеюсь, что вы ее увидите и получите все 33 плюса или там 100 плюсов, которые вам нужны. Итак, мы с вами поговорили о холодных контактах. То есть здесь важно определиться, какими методами вы начинаете работать и двинуться, и начать уже делать. Итак, прежде чем мы начнем двигаться дальше, я вам хотела бы дать рекомендации, как обычно это делается. Например, у нас очень многие в понедельник вместе с лидерами собираются на планерку. Это можно делать каждую неделю, это можно делать 2 раза в месяц. Но мы обычно делаем в период, мы собираемся один раз. Собираемся мы в период один раз, где мы обсуждаем, кто участвует в каких мероприятиях, кто проводит день открытых дверей, кто отвечает за площадки. Но если у вас нет, например, команды сейчас, то вы для себя просто определяетесь. В понедельник вы сами планируете свои действия на неделю. Во вторник обычно мы делаем рекрутинг. Что значит рекрутинг? Мы здесь можем и конфетную, мы можем соцопросы, все зависит, именно какой метод вы выберете. В среду мы проводим презентацию, то, о чем я говорила. В четверг мы проводим соцопросы, где приглашаем именно на определенную тему. В пятницу у нас проходит конфетная лотерея, очень хорошо, если вас много это делает. Очень получается весело, замечательно, не страшно. И люди с удовольствием развлекаются, увлекаются, покупают конфетки. Сейчас тем более лето, наступает время, когда много, огромное количество людей выходят на улицы, гуляют по вечерам. У вас есть уникальная возможность. Лето – это время рекрутинга. Это как раз то время, когда можно привезти максимальное количество в свою структуру, а потом уже осенью и зимой отрабатывать ее. Итак, а по субботам у нас всегда проходит день открытых дверей, каждую субботу. Там могут прийти вновь прибывшие консультанты на дегустацию, там могут прийти именно клиенты. То есть там могут вновь прибывшие или просто консультанты привезти своих клиентов. То есть каждую субботу у нас обязательно дегустация продуктов. В каждую субботу что-то свое, какая-то одна из видов дегустации. А в воскресенье я обычно ставлю бизнес-встречи. Почему? Потому что люди, те, которые работают на предприятиях или где-то в другом месте, им очень сложно прийти среди недели. Вечером там семья, муж, дети, еда и все остальное. В воскресенье они более свободные. Конечно, они идут вечером в гости. Поэтому я им предлагаю, давайте в воскресенье днем, например, часиков в 12 мы с вами встретимся и поговорим. Когда никто не мешает, когда вы не дергаетесь, что вам нужно бежать, что уже поздно стало. И я обычно провожу бизнес-встречи в воскресенье. Мне это удобнее. Хотя, в принципе, некоторым людям очень удобно вечером. Поэтому здесь вы уже сами ставите себе тот график. Помните, мы с вами делали табличку? Ставите график, который удобен вам. Итак, следующее. Это я вам приблизительно дала, как делаем мы. Вы можете выбрать уже тот путь, который вам удобен. То есть вы можете сами распланировать недельку, как удобно вам. То есть, может быть, вы будете каждый день делать соцопросы по одному. Мы просто берем и соцопрос делаем, например, 2, 3, 4 за один день сразу же. Очень удобно. То есть вы выбрали 4 часа работы. Вы должны сделать как минимум 4 соцопроса, обойти людей. И получается, что вы отрабатываете очень хорошо. Также можно работать со стойкой. Когда, например, знаете, как в спарринге, один соцопрос делает, приглашает вот там, говорит, вот там стоят со стоечкой. Вы можете подойти и сразу продегустировать. Или, например, говорят, вы можете пройти сразу же в помещение, потому что там проходит презентация. То есть здесь вариантов огромное количество. Все зависит от вас, что вы будете делать. Итак, следующее, что мы будем с вами изучать, это работа с лидерами. Потому что в любой структуре появляются лидеры или потенциальные лидеры. Итак, перед вами высветился слайд. Работа со структурой. И потом будет работа с лидерами. Вот смотрите, работа со структурой слайд. Если у вас есть структура, даже если она совсем маленькая, то очень важно увеличить процент активности вашей структуры. Помните, мы красненькие, мы рисовали, что там, ааа, караул. Так вот, как увеличить процент активности в структуре? Первое, это обеспечить каталогами всех консультантов. Те, которые приходят, вы обязательно должны обзвонить свою структуру и спросить, есть ли у них каталоги. Обязательно дать информацию о новинках. У нас есть, входят структурные собрания. Структурное собрание у нас проходит всегда первую, последнюю, прошу прощения, последнюю пятницу периода. Мы проводим структурное собрание. На нем рассказываем презентацию каталога, рассказываем о новинках. Если у вас этого нету, то заведите эту привычку. Если вы все-таки еще пока не сделали, то обзвоните своих консультантов, расскажите о новинках, об акциях. Увлеките человека новыми моментами, которые есть в каталоге, которые есть в вашей деятельности. И так повышается процент активности. Очень хорошо, те люди, которые не приходят, может быть встретятся с ними, позвонить, сказать, как мне вам передать каталог. Они с удовольствием примут от вас подарок, каталог. Это однозначно вам прибудет в структуру большее количество баллов. Второй пункт, это увеличение средней закупки. Это промоушен от компании, обязательно объявить необходимо, какой на этот период. Обязательно промоушен от себя. Там написано от меня, потому что это от меня. Вы объявляете от себя, придумайте этот промоушен. Очень важно, если вы этот промоушен объявляете или общий, или индивидуальный. Лучше, конечно, индивидуальный, потому что есть люди, которым запросто они могут сделать 100 баллов. А есть люди, которым очень трудно сделать 50. Поэтому учитывайте, какая категория в вашей структуре больше. Третий пункт, увеличение привода НК. Новых консультантов. То есть, первое, вы не то, что вы сами, вы уже приняли решение, да, двигаться дальше. Теперь важно вам, своих людей, которые в вашей структуре, чтобы они повторяли ваши 200. Вы можете объявить промоушен на привод новых консультантов в вашей структуре. Вы говорите, если, предположим, ты в свою структуру за этот период приводишь как минимум 5 новых консультантов, которые сделают закупку на 50 баллов, я тебе дарю подарок. Это тоже подумайте, как вы можете сделать, как вам удобней. Следующий там день открытых дверей. То есть, вы объявляете своим консультантам, что вы планируете провести день открытых дверей. То, о чем мы с вами говорили. Потому что, если вы один будете проводить день открытых дверей, это хорошо. Но все равно должны быть помощники, потому что, может быть, трудно. Если у вас нет лидерского корпуса в структуре, договоритесь с параллельными структурами, с теми, с кем вы дружите. У меня пока не было лидерского корпуса. Мы просто с параллельными структурами договорились, кто за что отвечает. Им хорошо, им не хорошо. И общее дело, получается, начало двигаться. Следующий пункт, это реабилитация выбывших. То есть, помните, мы с вами писали, что удаленные консультанты есть. Компания огромное спасибо, потому что она сейчас делает шикарные моменты для удаленных консультантов. Или для тех, которые могут быть удаленными. Если это все-таки, вы смотрите этот ролик, когда уже эта акция прошла, это не страшно. Вы можете воспользоваться этой акцией сами. То есть, привлеките людей, раздайте им каталоги, объявите им промоушен от компании. Потому что они могут вновь зарегистрироваться и получать подарки от компании. Очень много у меня удаленных пришло на то, что есть возможность стать вновь новым консультантом и вновь участвовать в акциях. И информация о новинках. Расскажите, что нас ожидает. Потому что у нас в компании огромное количество, что нас ожидает. Следующий пункт, это контрольные точки месяца. Вот смотрите, у нас в периоде 3 недели. Правильно? Вот смотрите. Я сейчас переверну это. У нас в периоде 3 недели. Как определить контрольную точку? Вот смотрите. Первая неделя. Я обычно своим консультантам говорю, что в первую неделю необходимо сделать свой личный объем не менее 100 баллов. У кого-то, может быть, даже больше. Некоторые делают 50, но я это не рассматриваю. Я говорю, сделай 100 баллов, тогда тебе будет проще. Вторая неделя. Вторую неделю можно заниматься рекрутингом. Рекрутингом. То есть пребывание новых консультантов. Третья неделя. Вот в третью неделю, это как раз идет, когда вы подводите итоги. Подведение итогов. Подведение итогов. Есть еще один момент. Вот когда заканчивается вторая неделя, то здесь очень хорошо бы разослать смс людям, что неделя заканчивается. И очень важно от вас зависит, чтобы вы проконтролировали всю свою структуру, кто вышел на тот объем, который вы планировали или нет. Это делается на второй неделе, а не в конце третьей, когда начинается, остается два дня и все начинают носиться. Боже мой, надо быстрее сделать. То есть вот обычно делается максимальный объем, это в конце третьей недели, за два дня. Поэтому я вам рекомендую это делать вот здесь. Тогда вам будет проще жить, тогда вы сможете проводить разные презентации. То есть если вы будете все-таки отслеживать каждую неделю, если вы будете отслеживать свои объемы, то в конце периода вы будете очень довольны тем, чего вы достигли. Итак, контрольные точки. Здесь идет регулирование контрольных точек. Смотрите, в первую неделю есть же план, у нас есть план новых консультантов, сколько вы привели или привели ваши люди. Проверьте это, привели они или нет, сами сделали или нет. У вас есть план привода новых консультантов или, например, объемов у новых консультантов. У вас на каждый период, на каждую недельку должен быть определенный план, как для себя, так и для своих консультантов. Если вы будете ставить эти контрольные точки, будете их проверять, то вам станет гораздо проще. Есть очень хорошая такая фишечка. Вот смотрите, раскидываем это. У нас три недели. Раз, два, три. Вам, например, необходимо сделать, предположим, привести, вы хотите привести 40 новых консультантов. 40 разделить на 3, сколько получается? Посчитали, нет? У нас получается по 13,33. Делаем, значит, по 14. То есть за неделю вам необходимо привести по 14 консультантов. Правильно? В неделе 7 дней. То есть вот на этой контрольной точке у вас должно быть уже 14 новых консультантов. На этой контрольной точке у вас уже должно быть 24 новых консультанта. И вот на этой контрольной точке у вас уже будет больше 40 консультантов. Понятно, о чем говорю? Обязательно это посмотрите, обязательно это сделайте и вам это понравится. Эти контрольные точки необходимо учитывать. И научитесь своих людей, как правильно контролировать эти точки. И следующий слайд это увеличение количества организаторов бизнес-групп. Все зависит, что такое организаторов бизнес-групп. Вы же с людьми поговорили. Вы уже поговорили с людьми. Вы, соответственно, что делаете? Вы же планируете, чтобы ваши люди привели как минимум 5 человек. Это же получается 6 человек. 6 консультантов. Значит, это организатор бизнес-группы. Потому что у него уже в группе 5 человек. И вы двигаетесь вместе с ним и помогаете ему двигаться и расти по карьерной лестнице. Вот здесь получается какой момент? Чем больше у вас таких групп будет, тем быстрее вы достигнете своей квалификации. То, что вы запланировали. Итак, смотрим следующий слайд. Это работа с лидерами. Вам обязательно необходимо поработать с лидерами. Потому что если вы будете все делать за ваших лидеров, то вам не совсем повезет. Потому что вы на себя не сможете потратить это время. И вы не сможете привести самыми новых консультантов. Вы не сможете провести мероприятия определенные. Поэтому вы работаете с лидерским корпусом. Первый, что нужно сделать, это отдать бразды правления организаторам бизнес-групп. То есть это их консультанты. Вы их контролируете и помогаете им. Вначале вы их обучаете, потом им помогаете. Но не рулите их людьми. Пусть они научатся, тогда у них появится интерес. Второй пункт, это научите их планировать. То, что мы с вами делали, научите, передайте своим людям эту информацию. Поработайте с ними в этом направлении. Как цели, баллы, действия и сколько нужно приводить. Третий пункт, это научить передавать информацию. Потому что у нас очень большая проблема в сети. Не только у нас. Вообще в сетевом маркетинге есть большая проблема. Сам выучился, сам расту, передавать не передаю. Почему? Боюсь. А что бояться? Пока вы не начнете передавать, вы никогда этому не научитесь. Я научилась передавать только после того, когда я начала делиться своим опытом. Вначале со своими консультантами. Где-то потихонечку, где-то заикаясь, где-то не понимая, где-то заглядывая в тетрадочку. Но в любом случае, я научилась это делать только благодаря тому, что начала работать именно с людьми и передавать эту информацию. Контролировать своих лидеров. Вы контролируете их каждую неделю. Потом, когда они подрастают до более высокой квалификации, вы их контролируете два раза в месяц. Это с квалификацией вице-директора. И уже, когда они становятся директорами, это всего один раз в месяц. Не надо там контроль большой. Они и так уже знают и умеют. Но пока они не подготовлены, пока уровень профессионализма у них низкий, вам необходимо контролировать их каждую неделю. Помните, мы с вами говорили, да? Мы с вами говорили, что каждую неделю в конце идет контроль. Но лучше делать это не в конце, например, в начале недели. То есть, это выберите время, когда удобно вам, когда удобнее. Итак, после закрытия периода обязательно проанализируйте своими лидерами их структуру, их действия, их страхи и неудачи. Это очень важно, потому что если вы отдадите бразды правления в этом им, то они точно могут не двинуться. У них нет той подготовленности, какая есть у вас. Поэтому с ними нужно обязательно это по первости прорабатывать. Тогда им станет легче двигаться потом самостоятельно. Ваша задача вырастить лидеров самостоятельных, которые не просто делают действия, которые, если вас нету рядышком, вы уехали, например, в Таиланд, чтобы они не испугались, а делали, продолжали то же самое делать. И чтобы они умели работать со своими людьми. То есть вам необходимо научить их этому, передать свои знания. Следующий пункт это прописать новый план на месяц со своими людьми. Здесь включайте мотивацию, обязательно стимуляцию. Стимуляция это подарки, смс-рассылки. Но я хочу сказать, что очень хороший есть момент, как можно планировать. Сейчас мы с вами напишем. То есть, предположим, у вашего консультанта Елены есть Ольга. Ольга. Ольга до этого делала 10 баллов. Так? Поэтому на следующий период вы с ней планируете 50. Понятно? Например, у Елены есть еще Светлана. Она всегда делала 100 баллов сама. Но она никогда не приводила людей. Вы ей планируете также 100 баллов, но на следующий период вы планируете плюс 5 НК новых консультантов. То есть вы здесь растите структурку определенную. Обязательно прописывайте чуть больше каждый период. Самое удивительное, что когда вы будете в распечатке прописывать, даже сами вначале прописали, а потом уже встретились с этими людьми, прописали с ними вместе. Если вы начнете это делать, вы не поверите. Я не понимаю, как это работает. Это работает в Селене. Как только вы написали на бумагу, большинство из этих людей начинают делать тот объем, который вы запланировали. Единицы кто не доделает. Практически каждый второй доделывает этот объем. Так, мы с вами проговорили про первую неделю. Вспомните, что нам необходимо личный объем лучше сделать в первую неделю, во вторую неделю новых консультантов привести, в третью неделю именно подвести итог группового объема. За этот метод я очень благодарна одному из людей, из Эдельстар, когда мы были у них на презентации. Он сказал, мы делаем так. Я задумалась, мне так очень удобно стало. И у меня сейчас многие буквально в первый день уже заказов делают 100 баллов. То есть они сделали, выкупили продукцию определенную, которая им необходима. Они заказы уже заранее собрали. И им уже в течение трех недель, трех недель им не нужно уже об этом думать. Они уже занимаются или своими делами, или они приводят людей, или участвуют в мероприятиях, то им гораздо проще. Поэтому научите людей делать объем личный в самом начале, а потом уже контролировать все остальное. Итак, контрольные точки мы с вами рассмотрели. И теперь проведение мероприятий. Мы с вами посмотрели, какие виды мероприятий есть. Но прежде чем вы начнете это делать, у многих из вас еще структура не развита. И поэтому прежде чем вы начнете это делать, вам необходимо самому запланировать эти мероприятия. То есть смотрите, что вы делаете. Вы берете, помните, мы говорили о разделении. У нас распечатку мы разделили с вами на зелененьких. Новые консультанты мы разделили на целевые группы. Желтенькие это у нас лидеры или потенциальные лидеры. Так, и у нас синенькие есть. Это привилегированные покупатели. Так вот, смотрите. Это разные целевые группы. Вам необходимо разработать план обучения по каждой целевой группе. Как это сделать? Важно понять, что не хватает новому консультанту. То есть что вы должны такого дать ему, чтобы он начал расти. Следующее. Что не хватает лидерскому корпусу? Здесь лучше спросить, потому что люди уже давно в компании. Они, вероятнее всего, уже прошло ли какое-то обучение. Если нет, то в любом случае нужно спросить лидера. Тебе каких компетенций не хватает? Что тебе нужно дать? В чем я могу тебе помочь? Лучше даже спросить такой вопрос. Я однажды задала такой вопрос своему консультанту, после чего она начала расти и сделала квалификацию директора. Я задала вопрос. Что мне нужно для тебя такого сделать, чтобы ты сделала квалификацию директора? Человек задумался и дал мне конкретный список тем, которые ему не хватает. То, где он не разбирается. Поэтому лидеров лучше спросить. Новичкам подумать и дать эти темы. Лидерам необходимо спросить. Привилегированные покупатели это, это я вам и так скажу, это дегустация. Дегустация продукта, потому что люди не знают продукт, очень многие привилегированные. Это у нас идут по продукту школы. Школа по сериям. То есть по уходу за собой, по визажу. То есть это школа по сериям. И привилегированным покупателям это люди, которым должно быть интересно. Вы им делаете определенные клубы. Это я вам вкратце рассказала такой момент, что вам необходимо каждому, каждой целевой аудитории, спланировать и дать какие-то обучения. Но это вы должны сделать сами. Итак, мы с вами сегодня поговорили в общем, какие действия, в каких направлениях мы должны делать. Может быть они образные, но я хочу, чтобы вы включили креатив свой и добавили в эти пункты определенные действия, чтобы вы сами собрали команду и начали это делать. Потому что для меня действия не составляют никаких проблем. Например, очень хороший метод сделать квалификацию директора. Очень простой. Сделайте сами 100 баллов, пригласите 30 человек по 100 баллов, вот вам квалификация директора. Как пригласить 30 человек по 100 баллов? Я вам дала сегодня разные методы, которые вы можете использовать. Я могу вам гарантировать, что именно эти методы, которые я вам сегодня дала, они будут, приведут вам за лето, за каждый месяц как минимум 40 человек. Если вы это будете делать в команде. Итак, первое. Важно принять решение и начать делать. Вот это самый важный пункт. Помните, мы говорили, если не делать, то ничего не получится. Второе. Важно собрать команду. Третье. Важно спланировать на каждый день определенную методику, чтобы вы четко знали, чтобы у вас не было головной боли, чтобы не было хватательного рефлекса. Некоторые консультанты говорят, я делаю и делаю, а толку нет. Я могу сказать, что это просто нет системы. Не важно, какими методами вы будете делать это. Важно, чего вы хотите. Я еще раз говорю, если вы этого хотите, вы найдете новых людей в любом месте, где бы вы ни находились. Любыми методиками, которые бы вы ни делали. Но важно это делать. Итак, действие – это дело. Действовать нужно прямо сейчас. Сегодня. Вот буквально сегодня. Вы берете, прописываете, какие методики вы будете использовать. В какие дни эти методики будут работать. С кем, как кого вы пригласите в себе, в команду по этим методикам. Но важны не методики. Важен ваш настрой внутренний. Важно ваше желание. Важно ваше стремление. И важно ваше действие. То есть, пока вы не сделали, вы никогда не получите результата. Поэтому действовать нужно прямо с этой минуты. Прямо вот сейчас. Это нужно делать. Я верю. Вот правда, я верю, что вот все пять уроков, которые вы пройдете, и следующий пятый урок, они обязательно помогут вам определиться, и обязательно помогут вам достичь той цели, которую вы хотите. Они, может быть, эти пять уроков маленькие, и, может быть, они более обобщенные, но у вас есть момент, что вы, когда вы пройдете их, вы сможете скомпоновать свою деятельность, свои действия и свое планирование в более четкий план. То есть, вы, вставая утром, не будете думать, что же мне сделать сегодня, чтобы это произошло. Вы будете думать, так, сегодня у меня назначено вот это, завтра у меня назначено вот это, и вы просто будете идти и делать. Я уверена, пройдя все пять уроков, вы добьетесь своей цели. Точнее, пройдя пять уроков и применив эти технологии в свою деятельность, вы обязательно достигнете высоких квалификаций. Вы обязательно сможете добиться очень многого. очень скоро я планирую вам дать еще концентрат моих знаний, моих навыков, определенных и очень интересных концентрат, которые вам пригодятся. А теперь давайте поговорим о пятом уроке. Что же будет на пятом уроке? Казалось бы, вот мы начали действовать, мы начали делать. Пятый урок. Результат. Ну и что? Результат я и так увижу. А именно на пятом уроке мы с вами будем рассматривать, как ваш результат, какой бы он ни был, перевести обязательно в положительный результат. Как сделать так, чтобы именно ваш результат дал вам новые силы, новые крылья для достижения ваших целей. Я очень рада была сегодня с вами общаться. Я очень рада с вами знакомиться и делиться своим опытом. С вами была Куряча Татьяна. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова